Встречаем! Аплодисменты бурные! Это очень тяжелый труд, потому что я не могу на работу, на работу, на работу, на работу. Аплодисменты! Давай, проводим! Спасибо большое! Одна из самых древних пород в мире, более 4 тысяч лет, насчитывает Аклодекинская порода лошадей. Перед нами на манеже жеребец Аклодекинской породы Перс. Ему всего три года, тем не менее, он уже является абсолютным чемпионом выставки Эклерос 2018 года и чемпионом Аклодекинской породы на выставке «Северная звезда» 2019 года, которая проходила на работу нашей истории по свету. Жеребца представляет Конный завод Донской, Ростовская область. Итак, жеребец Перс Аклодекинской породы. Спасибо! Обратите внимание на уникальный экстерьер. Кондерная риторика для Аклодекинской породы. Аклодекина, Ростовская область. На момент же две кобылы, которые рождены в Ставропольском водном заводе. Темно-серая кобыла от Радок, дочь Омска и Трости, и серая кобыла сукретка от Сумкута и Трости. Обратите внимание, этих кобылов уже по 6 лет, нарядные поростные детские лошади всегда отличались прекрасным темпераментом, они используются и в водном спорте, и особо их любят в цирке, потому что лошади обладают прекрасным темпераментом, очень добронравной и очень выносливой лошади этих незаменимых дистанционных ходных пробегов. Сегодня детская порода является одной из самых малочисленных в России, к сожалению, ревних пород. В России насчитывается около 170 копыл детской породы, всего-навсего. Это очень и очень маленькая цифра. И вот у вас уникальная возможность двух из этих кобыл лицезветь на нашем манере. И эти лошади настолько понравились нашим фотохудожникам, что фотохудожник Виктория Петулова предоставила свои специальные призы для обеих этих кобыл. вот такие великолепные картины, которые вручает директор выставки Филиппова Евгения Манерьевна. Аплодисменты! Спасибо большое! И еще одна редкая порода — это дотская лошадь. Дотская порода лошадей, уже видно по ее названию, была выведена на берегах Виктор. И сейчас на манеже золотисто-рыжий шеребец — «Корпузин». Кортного завода Донской. «Корпузин» всего два года, но его высота составляет уже 162 см. «Корпузин» сейчас занимается заездкой всем, что положено молодой площади, и находится в фотоспортивной школе Кортного завода Донской. «Корпузин». Итак, Жеребецأли по вселенной торговой породе. «ЧерPER»! Песелок Россия! Он занял первое пасце среди торговых жеребчиков уже две лет! Аплодисменты! Спасибо большое! Спасибо! На основе Торской породы в России была объявлена marc Swedish proudace. Оставочка Торской породы constituent И на манеже путёвский жеребец Репетитор. Репетитор 2015 года рождения, рождённого в Космосоводе Ирина Кудрёнова. Индиктор Жиркина и Зачкова. Это молодой жеребец, который вчера встанет в школьных качествах, занял первое место. Так что достойно вашего аплодисмента и поплава. Напоминаю, что жеребец Репетитор. Спасибо. Спасибо. Но самая большая группа будёновских лошадей приехала к нам с их родиной из Ростовской области. Двухлетний жеребец Библион, высота полки в два джордах, 171 сантиметр. И эрогес четырёх лет. Оба жеребца рождены в ограждении Целина. Более в вас силе мастера-дизайнер компании «Пёстра Электро» изготавливают уникальные розетки, которые украшают наших победителей. Директор выставки и поспера Евгения Филиппова. По случаю 15-летнего юбилея и зарплат в развитие отечественного производства вручают памятную розетку «Агромерная Целина». Ну что ж, аплодисменты. Самой популярной породой в конкурс-спорте в России являются лошади тракейницкой породы. Тракейницкая порода лошадей родиной является Германия. Тракейницкая лошадь на сегодняшний день единственная в Германии порода спортивных лошадей, которую расходит без привития, кроме других полугубных пород. Как производители используют только жеребцов тракейницкой, а также арабской и чистокровной муховой породы. Сейчас в Манеже тракейницкой кобыла «Фаворитка Дэд» с 2013 года рождения. Рождена она в ООО «Дэд», кобыла-точь арабского жреца «Кардинала» и тракейницкой кобылы «Фуа». Итак, нарядная, гнидая, с великолепными движениями мощная кобыла «Фаворитка Дэд». Спасибо. Но, как говорится, если вы хотите узнать породу выше, то смотреть надо на жеребцов. Яркий представитель тракейницкой породы лошадей. Великолепный серый жеребец, хмельной пир, сын Питтбурга и Хрупки. Вожден он в 2013 году в Московском конном заводе. Прекрасно вырезанный жеребец. В позапрошлом году, в 2017, на ипосфере, хмельной пир был признан четвертого породы и получил диплом в первой степени. Это яркий представитель породы, готовый к преодолению препятствий по пашкорту до 120 сантиметров. Очень спокойный, очень плотно вешанный и очень достойный жеребец. Спасибо большое. Еще одна порода немецкого курня, которая носит название «Ганумская». «Ганумская лошадь» — одна из самых распространенных в нашем мире европейских породов. И вот сейчас перед нами уже сложившаяся «Ганумская лошадь» — жеребец «Лидом» — 2012 года рождения. Рожден и выручен в крестьянском первом самхозяйстве «Золотой гадров» в Ленинградской области. В возрасте трех лет в 2015 году для испытания «Ганумская лошадь» «Ганумская лошадь» — первый жеребец. Он также готовится продолжить и спортивную карьеру, в желудке, что выступал в каткурах с высотой до 110 сантиметров и в планешных ездах для молодых лошадей. В его происхождении естественная спортивная лошадь, что дает надежду и возможность его спортивных успехов. Жеребец очень крупный — 178 сантиметров полный, но в то же время гармонично сложный. Большое спасибо жеребец «Лидом» — «Ганумская лошадь»! Встречаем великолепные андаморские жильцы Дамаско и Романова! Ганумская лошадь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы сейчас на манеже лошади комного двора Роксана, копыла Ракита и копыла Ламбардшири. И завыкает внутри великолепный жеребец Турун серой маски, которую нам предоставил московский комный завод номер один. В центре манежа молодая копыла Ракита, ей всего два года. Тем не менее, у нее уже очень много титулов. Первое место среди канала «Он Кобыл» на «Конной России» в 2017 году. Первое место среди «Кобыл» двух лет на фестивале Артовского высота в 2018 году. Первое место среди «Кобыл» двух лет на «Конной России» в 2018 году. Первое место среди «Кобыл» двух лет на «Конной России» в 2018 году. Моровая копыла Ламбардшири, также двухлетняя, Но на всех этих выставках она следовала за своей подругой, за ракетой, в вторые места. Итак, конный двор Роксана представляет нам великолепных кобыл Огловской расистой породы. Спасибо. И на манеже жеребец Тубровник, которого нам представил Московский конный завод номер один. Тубровник сын Триспета и Дуды, 2015 года рождения, класс Элита. Он проходит испытания в нацентральном Московском ипподроме. Является чемпионом выставки «Конная Россия-2018». По случаю 95-летнего юбилея Московского конного завода номер один. Международная конная выставка «Ибосфера» вручает розетку с любовью, сделанную мастерами-дизайнерами компании «Бестрая летка» за вклад в развитие отечественного конозавода «Смаркс». Розетку вручает директор выставки Филиппова Евгения Валебина. И на манеже вы можете местных пород. В данном случае это вятская порода лошадей. Родина их Удмуртия и Кировская область. И названа они по названию в реке протекающих тех краях – вятка. Вятская порода лошадей. Она составляет одну из интереснейших стран и цветов сиотечественного коневозства. Вятская лошадь – типичный представитель группы северных местных пород, созданных не столько целенаправленной селекцией, сколько естественным отбором определенных условий. Лошадей не крупные, но очень доброправленные. Сегодня лошадей нам представляет постоянное участие в выставке «Ипосфера ООО «Вамилова». И сейчас на манеже была насобранца и жюниверс «Лотос» с 2013 года рождения. Неоднократный победитель и призер самых праздных высовых годов. И рядом с ним пышастая копыла «Парабэль» 2010 года рождения. Также участница выставок, выводов и испытаний рабочих качеств. Обратите внимание на мальчиков, которые выводят этих лошадок в традиционной русской одежде. Нарядные породные, очень добронравные, вятские лошадки заслуживают вашим самым крупным аплодисментам. Спасибо. Местные лошади всегда были надежнейшими помощниками на самых тяжелых и трудных работах. Вот приняли Лизенские лошади, которые к нам привез сюда национальный парк Кенозерский, Ангельская область. Гнеда собрала своя копыла «Мазаика» 2015 года рождения. И в темно-гнедае копыла «Анфидия» 2011 года рождения. Коби они рождены в Архангельской области. И их подруга, которая рождена в Кенозерском национальном парке, это копыла «Светлая». Причем хочу вам сказать по секрету, что «Светлая» у нас не одна. Она жеребая, так что в скором времени мы будем ожидать потомства от этой великолепной копыли. Очень крепкие, выносливые, добротравные лошадки. Чтобы проверить их работоспособность, сегодня проводятся испытания на доставку грузов в условиях глубокого снега. Только «Мезенская лошадь» способна на такие подруги. Итак, «Мезенские лошади», «Мазаика» и «Идианисветлая». Встречаем «Кабардинские лошади». В республике Врачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Адыгерия представляют. Перетроизводящим «Кабардинских лошадей». Кабардинские лошадей, Кабардинские лошади, Адыгкесия, Кабардинские лошади «Кабардинские лошади». Кабардинские лошади очень выросли. История адыгесского народа – киснейших образов, связанных с историей создания, использования и совершенствования Кабардинских лошадей, получивших широкую известность далекосов пределами Кавказа. Стоит отметить, что с исторической точки зрения данная корода является общей адыгской журнезкой. В переводе это слово адыгыш переводится как адыгская лошадь. Очень выносовый, с крепким копытным гробом. Эта лошадь выращивалась как боевая. Переходим еще к одним маленьким лошадкам. Перед нами мини-тильки. На самом деле тинкеры имеют в породе несколько разновидностей. От самых крупных до самых мягких. И перед нами разновидность самого маленького тинкера. Жеребец Честов. Честов рожден в Мидерланде в 2015 году. Несмотря на свой юный музык, он уже замерзнул на тепло и мудреж. И успешно начал принимать участие в соревнованиях по ульстке. Мини-тильки уникальные для России породы. Которые сочетают в себе красоту и рабочие качества своих более крупных родственников. А также мини-тильный размер. Несмотря на свой рост, Честов обладает всеми необходимыми для убрежной лошади навыками. Он спокоен, вынослив и адекватно относится к любой работе, паркетам или выдержам. Он отлично подходит для трагинцев. Легко управляется экипажем не только взрослыми, но и детьми. Спасибо большое. Встречаем на манеже уникальную пару фьордских лошадей. Бринц и Диаделл, которые являются уже традиционными участниками выставок и выводок наших. Это фьордов. Национальное достояние Тормия. И одна из древнейших пород нашли день на Земле. Фьордов там представляет кодный фор в архошном доме. Жеребцы выходит в парк шорных бюджетных. Там удемонстрируют берифы Тихонов Анастасия. Жеребец Диаделл участвовал в выставке «Гипосфера» и «Герос». Поступает в двух дисциплинах, тресуя ради работы в бюджетах. Фьордов является чемпионом России в 2016 году. Обладатель приза «Витинских симпатий» по итогу выставки «Гипосфера». Участвовал также в выставке «Гипосфера» и «Горная Россия». И, как вы его соконюшеньки, выступает в рисуе и работе в бюджетах. Как они сажены, они работают, обратите внимание. Большое спасибо. Владимирский попор. Новый же великолепный жеребец «Витерс», характерный для породы гненной масти, с белыми отметинами, которую лошадь этой породы у нас следовали от приедизайских лошадей. «Витерс» у всего три года. Вот такой малыш, рожден он на временной куниферме монастырской подворье. Сейчас он принадлежит Владимирский государственный заводской краюшник. В три года этот жеребец уже занял первое место среди жеребчиков юниоров Владимирской породы лошадей. Первое место в римке наиболее 2018 года. Первое место в римке жеребчиков на кодной России 2018 года. Чемпион породы в римке жеребцев Владимирской породы. Обратите внимание на его ангологию, которую я подарила Наталье Гольцовой, как и закончил у Санкт-Петербурга, как приз чемпиона породы. Вот жеребцу три года, а он уже чемпион. И за плату, как и закончили его, в этом году. И по реализованию Владимирской породы лошадей учрежден специальный приз. Наградная розетка от международной кодной выставки «Ипосфера» вручается представителям государственной заводской конюшни имени Владимира Ивановича Фомина. 2022 года возглавляет государственную заводскую конюшни имени Владимир Борисовича по образованию витеринарной врачи, опытный руководитель и грамотный муниципал. Межеточительный флаг сохранения и украшения Владимирской породы. Аплодисменты «Мериколепный жеребец «Витерс». Оригинальный фурый мастер-жеребец «Вояж». «Вояж» рожден в Гаврилово-Пасадском районе, но в шесть месяцев он приехал в Ленинградскую область. Кондольфор – богатунская сила Марии Томанды, где и живет по сей день. И Мария нам его и демонстрирует. «Маняш» был признан лучшей площадью северо-занятого региона и получает специальный приз от компании «Пёстрое лето». Более 20 лет в мастер-жеребец компании «Пёстрое лето» изготавливают уникальные розетки, которые украшают наших победителей. За время существования «Пёстрое лето» сделало более 300 тысяч розеток. Поработалось на старт с 78 городами не только России, но и ближнего и дальнего рубежа. Ну что ж, «Маняш» и видят, что мы еще увидим в рамках «Трик Артанды Ходного мира» сразу в гости парада «Порода». А пока поздравляем Марию «Поежа». «Маняш» и «Черпион» Владимирской породы лошадей на выставке «Трик Артанды Ходного мира» в поспенке 2018 года. Великолепная капула «Шеренга». В 2015 году она нужна участкового владельца Андрея Лаварева. Выводка непростой занятия. Сейчас на поддержке «Шеренгой» тренер машиней в «Посконюшне» имени Владимира Ивановича Кумина «Шлычкова Светлана». Благодаря ей в копилку наград «Посконюшне» в 2018 году в лошади принесли 10 наград высшей пробы. Аплодисменты «Трик Артанды Ходного мира» и «Трик Артанды Ходного мира». И самые маленькие участники нашего парада ворот – американские миниатюрные лошади. На Малеже и Пассеры – самые знаменитые мини-корсы России. Слово о «Поске Шошуне» нужно делать по всему миру. Это основной жеребец-производитель «Требетной калифермы Итальго» лучшего хозяйства России по разведению американских миниатюрных лошадей. Шошуне привезен в Итальго в 2011 году и до сегодня он станет множеством трюков и даже заедших легкий экипаж. Шошуне сегодня является жеребцом-производителем и вы можете приобрести себе от него жеребенка следующий американский миниатюрный «Аллилуйя Имэдж» или, когда пачк его, просто «Хайк» – черная жемчужина племенного хозяйства Итальго. «Хайк» импортирован из США, где имел успешную выставочную карьеру и выиграл 34 породных чемпионатов. Но и последний прошлый год был призан абсолютным чемпионом среди всех пород кони и миниатюрных лошадей. Своим детям «Хайк» передает потрясающий экстерьер и чудесный характер. У вас есть возможность приобрести жеребят от этого эксклюзивного американского миниатюрного жеребца. «Хайк» предлагается для «Сучки» и все подробности вы можете уточнить у представителей «Хайк» и «Хайк» и «Хайк» и «Хайк» Следовательно, также очаровательный годовалый американский миниатюрный жеребчик «Банги». «Банги» рожден и выращен на приготовлении «Хайк» и «Хайк» и «Хайк» представитель американских миниатюрных лошадей «Хайк» 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 рожден в 2018 году, также в крупнейшем в России хозяйстве по разведению американских миниатюрных лошадей «Хайк» на найду «Хайк» и «Хайк» «Хайк» – «Хайк» и «Хайк» Шепленские поли, вывезены они на Шепленских островах, вблизи с вами, очень тяжелый плим, дожди, холод, ветра, малое количество комфор, все это способствует поведению маленьких лошадок, которые очень приносны. Пареньки, Сея, престижные гобыны Астра и Чита, и перед вами тройка Царскосельского комфорного клуба Александрова Дача. Александрова Дача предлагает аренды для фотосессий, шоу-программ на праздничные мероприятия. Эта КСК может сделать праздник и для детей, и для взрослых. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok